Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех выпускников 2018 года. Пожелать им всего доброго, потому что впереди у них экзаменационная сессия. Я думаю, что они должны справиться с теми задачами, которые стоят. Ну и пожелать, прежде всего, успешного поступления в ВУЗы по выбранной, так сказать, ими стезе. И пожелать здоровья на этом, в общем-то, непростом жизненном пути. А также поблагодарить, прежде всего, педагогические коллективы наших школ, родителей, которые, так сказать, вместе со своими детьми тоже и со школой участвовали в воспитании и обучении детей. Поэтому сегодня действительно очень такая серьёзная дата, серьёзный, может быть, праздник в жизни наших детей. Ну и тем не менее, пусть у них и дальше всё будет удачно и успешно. — В ВУЗы, вы сказали, да, успешного поступления. В ВУЗы любые, в любом городе? Или всё-таки предпочтение вы хотели бы отдать нашим ВУЗам? — Конечно, я бы хотел, чтобы они поступили в наши ВУЗы. — Кировские. — Да, выбрали ту специальность, которая сегодня необходима в Кировской области. И я думаю, что всё равно те, кто заканчивает сегодня среднюю школу, они всё равно так или иначе связывают с высшей школой. Конечно, в последние годы тенденция меняется. Дети идут и в техникум, у нас сегодня хороший набор в техникум. Но пока я думаю, что и специалисты с высшим образованием в стране нужны, они востребованы. — Я неспроста спросил про ВУЗы, наши или не наши, иногородние. Просто я и моё поколение, у меня 36, да, есть люди, мои одноклассники, у которых дети, собственно, вот уже сейчас ближе к выпускному возрасту. Я с ними общаюсь, вы знаете, они говорят, что мы бы хотели, чтобы наши дети попытались всё-таки поехать учиться в иногородние ВУЗы, в том числе столичные. Санкт-Петербург, Москва. Причём эти люди, близкие мне, они далеко не в областном центре зачастую проживают, в районном центре, в каком-то более мелком населённом пункте. Вот как прокомментируется эта ситуация? — Ну, это тенденция не сегодняшнего дня, это, в общем-то, ещё начиная с 90-х годов, несмотря на то, что очень сложно было это в то время с зарплатами, тем не менее, дети всё равно выезжали, родители их, так сказать, отпускали, и поэтому это, видимо, продолжается. Но я думаю, что в любом случае тенденция, она будет меняться в том отношении, что часть детей, она волей-неволей, конечно, те специальности, которые для них необходимы, которые они получить здесь не могут, они всё равно поедут. А те, что могут сегодня у нас обучаться и получить хорошую, достойную будущему работу, я думаю, что они будут оставаться здесь. Причём в своё время мы этот процесс стимулировали, вот сейчас его не стало, а мы стимулировали. Мы стимулировали, прежде всего, чем? Мы платили стипендии тем, выпускникам школ, которые закончили школу с золотой медалью, получили 100 баллов на выпускном экзамене, и их принимали сегодня, и, так сказать, они имели возможность поступить в наш любой вуз и остаться здесь. Если они оставались, они получали все эти, так сказать, и всю эту поддержку. — По льготным условиям имели возможность поступить. — Да, и поддержку получали от правительства области. — Сейчас это ушло, хотя, в принципе, я уже как-то раз на передаче говорил, что это сыграло очень положительную роль, потому что вот то, что было в самом начале, их было несколько десятков, и потом, когда мы не стали вмещаться в залы, например, в зале при нашем тюзе, при нашем кукольном театре, не вмещалось количество тех, кто желал и оставался учиться здесь. Поэтому, мне кажется, что напрасно отказались от этой идеи. Она играла свою роль, положительную роль, и, может быть, эти ребята, закончив здесь наши вузы, они и жизнь свою устроят на нашей земле. — Слушайте, целевики, так называемые, сейчас остались, ребята-выпускники, которые заключают договор. Ну, вот раньше было сельхозпредприятием местным, да? — Видимо, со следующего года вступит в силу закон, который, так сказать, будет направлен на то, чтобы выпускник любого вуза, учившийся на бюджетных местах, он мог, вернее, его будут направлять работать по целевому направлению, но до этого он должен заключить договор с работодателем, с тем, за счет чей он обучался, и с вузом. И вот после того, как он заканчивает вуз, его направляет туда, куда нужно работодателю. — Это на федеральном уровне, да, закон? — Закон вот федеральный, да. Вот этот закон мы поддержали где-то по весне, по-моему, он сейчас в Госдуме. Говорят, что с января 2019 года такой закон вступит в силу, и тогда все выпускники, независимо ни от чего, они, если обучались на бюджетные деньги, они обязаны будут отработать энное количество лет. — А если не согласятся, должны быть вернусь. — А если не согласятся, должны выплатить. — Причем там строго достаточно, не только выплатить государству за потраченные деньги, но и выплатить тому работодателю, который не получил специалиста, и тем самым понес какую-то неустойку получил. Так что там серьезно достаточно. — Вы одобряете? — Я одобряю. — Это закон, кстати. — Одобряю. — Реальные положительные изменения будут? — Ну... — Рабочие кадры более квалифицированные, и работодатели получат. — В любом случае, может быть, голод в какой-то степени несколько на специалистов поуменьшится, потому что, ну, сегодня не хватает огромного количества специалистов в медицине, в образовании, а люди, которые получают образование, они туда не доходят. — Ну, меня, в частности, беспокоит, конечно, то, что, ну, власти говорят о том, что нужно развивать сопутствующую инфраструктуру на местах, да, чтобы молодым специалистам не было там скучно, и можно было где-то применить свои... — Ну, понимаете, я понимаю, но... — Насколько этому стоит доверять? — Ну, если человек поехал туда, допустим, на три года, то в какой-то степени можно, наверное, и потерпеть ради... — Не страшно. Мы в свое время тоже так же работали, и нас посылали самые глухие деревни, так сказать, села Кировской области. — Ну, у вас в свое время был опыт в Апаре. — Да, у меня был опыт в Апаре. — Как выпускника, да. — Да, мы вместе с женой работали там, кстати. Я, правда, год отработал, ушел в армию, она отработала два года. Так что ничего страшного. Наоборот, с благодарностью мы вспоминаем ту жизнь, которая там была, и тот коллектив Апаринской школы, в котором мы работали. Удивительный был коллектив, интересный, задорный, молодой, и мы там были молодыми, поэтому... Это ведь в молодости не так страшные трудности, как они, может быть, страшные последствия. — Просто потом человек может начать жалеть, а он не совсем полезно, эффективно потрачен на времени. — Да, там было очень интересно, причем до сих пор с благодарностью вспоминаю детей, которые там обучались, очень дети были интересные. Так что только одни положительные эмоции. — Про систему ЕГЭ хочу вас спросить. Собственно, при вашем руководстве она у нас запускалась в регионе в начале 2000-х годов, и мы как-то уже привыкли, что каждый год выпускные ЕГЭ, какие-то там появляются новшества. И, как известно, новшества есть и в этом году. Ну, к примеру, в этом году бланки будут распечатывать прямо в аудитории, не только будут распечатываться контрольно-измерительные материалы, как раньше. На месте же будут сканироваться эти работы. Ну и к тому же на перспективу у нас с 2022 года должен появиться обязательно ЕГЭ по иностранному языку. Еще вот недавно появлялась информация, что, возможно, география станет обязательным предметом, но Миноборнауки это не подтвердил. Вот хотел бы вас высказать, попросить и по этому поводу, и вообще в целом. На счет ЕГЭ, да. И мы одни из первых в стране, в принципе, создали специальный центр единого государственного экзамена, который занимается организацией всего этого. Это центр оценки качества образования, да? Да, центр оценки качества, да. И именно он занимается сегодня всей организацией этой работы. И это оказалось очень, так сказать, эффективно, потому что ни разу нигде область не прокололась в плане организации. То есть у нас не было никаких срывов, там нарушений и так далее, и так далее. Это, в общем-то, на мой взгляд, очень положительный момент. Но то, что сейчас будут сканировать все эти материалы в аудитории, распечатывать, эта идея пришла еще где-то года 4 назад. Мы начали тоже проводить такой опыт в нескольких школах области. Этот опыт себя зарекомендовал. Это дополнительные затраты в том числе? Конечно, там же поставить технику, нужно сканеры поставить, принтеры. И все это сдерживалось только одним, отсутствием достаточного количества средств. Ну а потом постепенно, вот сейчас, видимо, государство уже подошло к той черте, когда необходимо все равно этим заниматься. И поэтому вот анонсировано то, что во всех школах страны теперь такая практика вводится. Ну, я думаю, ничего тут такого нет, это все отработано вполне реально. А то, что дополнительные экзамены появятся, ну, бояться этого тоже, наверное, особо не стоит, потому что в свое время школьники сдавали и по 7 экзаменов, и ничего страшного не происходило. Несколько обязательных, несколько по выбору. Да, 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 но было время, когда сдавали все, 7 экзаменов, все учащихся сдавали. Поэтому ничего страшного нет, а год прошел, я думаю, что в обычном таком режиме, сверх чего-то такого, я не знаю, не вспомню. Поэтому дай бог, чтобы все двигалось и дальше. Это Анатолий Ичурин, его особое мнение в нашей студии на 101.0. Вы, уважаемые слушатели, можете присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы. Есть специальная форма на сайте kirova.ru. Я вижу парочку вопросов, озвучу их чуть позже. И один из них, я думаю, уже после небольшой паузы. Продолжается особое мнение. Мой собеседник Анатолий Ичурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования. С 1988 по 2015 годы, заслуженный учитель Российской Федерации. Есть вопрос от слушателя Анатолия Михайловича. Он касается кадетского корпуса, кировского кадетского корпуса, который находится в Проснице. Я, позвольте, чуть позже задам. Просто тоже хочется мне спросить, вы почти три десятка лет находились у руля областной системы образования. А за последние три года, как известно, вы ушли летом 2015-го. За последние три года почти уже трое там побывало. Порулили уже. Вот это на пользу системе или не слишком на пользу, когда частая смена? Я понимаю, что все люди, и Измайлов, и Юсупов, и Ольга Николаевна, Рысева, нынешний министр образования, они так или иначе взращивались вами. Я правильно понимаю? Можно так говорить? Ну, можно сказать так. Но дело третье в чем. Часто смена, почему неэффективна? Люди ведь должны войти, так сказать, в проблему. В круг тех вопросов, которые приходится решать, допустим, министру. Установить определенные связи с внешней средой, с ведомствами и так далее, и так далее. Для этого нужно время. Для этого познакомиться с массой людей, чтобы ориентироваться в тех или иных событиях. А для этого нужно время. А времени, как всегда, не хватает. Потому что такой ритм жизни там задается. И зачастую в этой ситуации можно принять какое-то неверное решение. И это потом имеет серьезные последствия. И вот, как бы так сказать, я считаю, что надо четко понимать, что руководитель должен работать. Я всем директорам говорил всегда, что вы должны работать долго. Только тогда вы можете быть уверены в том, что что-то у вас получится. Наработаете соответствующий опыт. Да. И приобретете соответствующие связи и компетенции. Хорошо. Итак, Кадетский корпус Кировский. В СМИ по инициативе педагогов этого учебного заведения появилась информация о том, что состояние общежития. Там 90 ребят проживают и плюс учителя представляет опасность. Там был ремонт за немалые деньги. И вот учителя говорят о том, что ремонт проведен абы как. Полые стены, заложенный выход кирпичами при наличии двери и так далее и тому подобное. Давайте вы прокомментируете эту ситуацию. У вас все это было на... Внешне там все замечательно. Я не скажу, что там все развлекалось. Но сначала был Просницкий лицей, как известно. Просницкий лицей и тогда отремонтировано было капитально самоучебное здание, бытовой корпус, общественный бытовой корпус и самообщежитие, спальный корпус. Но вот сейчас, в связи с тем, что они решили поменять руководство области, поменять специфику этого учреждения на кадетский корпус, мне кажется, что вот здесь проявилась некомпетенция руководителей, которые сегодня руководят образованием. Потому что нельзя было так скоропалительно делать то, для чего нужна хорошая серьезная подготовка. Я в свое время высказывал точку зрения, что и те руководители, которые пришли, их там сменилось сразу за буквально короткий период, сразу трое. То есть директора бывшего лицея убрали, пришел руководитель военный, он проработал там всего полтора месяца. По фамилии Панин? Нет, это другой еще до него был. Потом пришел Панин, и, конечно, все это... Который был до недавнего времени. Да, который был до недавнего времени. Теперь фактически вот за три года там уже четвертый руководитель. За два даже года, а не за четыре. И в итоге, так сказать, получается, что это все сказалось на состоянии дел. Но что самое главное, вот насколько я понял из того, что, так сказать, вот ту информацию, которую я подчеркнул, самое главное заключается в том, что когда решили на пятом этаже, там были созданы комнаты для работы с детьми, то есть с теми, кто проживал там, классы для подготовки, комнаты для подготовки домашних занятий и так далее, заданий и так далее. Они решили сделать там квартиры для приезжих учителей и, так сказать, тех сотрудников, которые там будут работать в будущем. Но приезжих они из Кирова? Да, они из Кирова, да. Неделю там живут, потом возвращаются. И было построено, так называемое, 12 квартир. Но для того, чтобы провести такие работы, нужно было сначала обследовать здание, это как требует норма закона обследования здания, составить документацию, определиться, какой здесь потребуется ремонт, то ли текущий ремонт, то ли реконструкция, то ли капитальный ремонт. И после этого только составлять соответствующую документацию уже на исполнение работ. Ничего подобного сделано не было. То есть никто не обследовал здание, никто, так сказать, не определился, какой вид работы. И под видом текущего ремонта, по сути дела, провели реконструкцию. А реконструкция, это значит, уже ты каким-то образом воздействуешь на капитальные конструкции и это задеваешь их. Внесение конструктивных изменений. Да, да, да. Очень серьезно. То есть там в капитальных стенах пробивали дверные проемы, так сказать, делали соответствующие, как они, ставили балки. И сделано это все некачественно и не так, как требуется. Вот отсюда и все и пошло. Вот сейчас общежитие закрыто. Значит, там появился новый директор. В мамилии Семейшев Алексея Леонидовича. Семейшев, экс-глава управления образования по Чепецку, да? Да, он руководил долгое время управлением, потом департаментом образования города Кирово-Чепецка. И, конечно, у него непростая очень задача сейчас, потому что теперь, по сути дела, нужно, поскольку признано, что работы выполнены некачественно, что они, так сказать, с нарушениями сделаны, нужно фактически все это убирать. Это нужно заново, по сути дела, проводить обследование здания, разрабатывать документацию и по новой все выполнять все работы. Конечно, это затраты. Не знаю, за счет чего это будет все компенсироваться и кто это будет делать. А все началось с того, что Панин, ведь он что сделал? Он, видимо, почувствовал, что там что-то, так сказать, не так. Он просто начал писать жалобы, обращался в министерство, наше обращение. И он не подписывал документы, часть работ не оплачена, осталась до сих пор. И вот начались судебные терпы. Я для себя бы считал так, что в министерство наше нужно было не вставать в позу, а нужно было четко разобраться. Ведь Панин, в принципе, он правильно поступил в том отношении, что он беспокоился о безопасности детей. А случись беда перед нами. Кто будет отвечать? Кто отвечает? Прикладитель. И он, естественно, ставил эти вопросы, достаточно остро ставил вопросы. Его не послушали, сделали очень простой шаг, взяли и уволили. Причем уволили по старой схеме, контракт был заключен всего на один год. Пришел новый руководитель, но у него такие же перед ним, такие же задачи. И ему теперь тоже надо решать вопрос, как, где искать деньги, все по-новой исполнять. Потому что иначе заводить детей страшно. Я ведь, вот мы же не специалисты, мы учим детей, понятно, но когда там тебе сделали какие-то ремонтные работы и не знаешь, какого качества, то это очень опасная штука. Так что вот я думаю, что это прежде всего вот как раз отголоски того непрофессионализма, который у нас, к сожалению, сегодня наблюдается. И это печально, в общем, достаточно история. Причем тут есть еще один очень интересный момент. Вот до сих пор я в свое время был как-то в кадетском корпусе, который, в Санкт-Петербурге, который принадлежал МВД. То есть они выход имели... Там все понятно, понимаете? Там, то есть все требования, все это соотносилось с требованиями МВД. То есть дети знали, что они в конечном итоге пойдут туда-то. У нас же сегодня здесь непонятно. В большинстве территорий кадетские корпуса, они задействованы или на нацгвардию, или на вооруженные силы. И тогда тоже было бы понятно. Но у нас этого, к сожалению, не произошло. То есть вы не видите конкретного будущего, конкретного пути для выпускников кадетского лица у нас в регионе? То есть получилась та же общая образовательная школа с какими-то высокими идеями, а результата-то нет. И его не будет до тех пор, пока не будут решены многие вопросы, организационные вопросы. Подоносившиеся до нас информации, в общем-то, ребята и юноши, и девушки там вдохновлены. Эта обстановка им очень нравится. Потому что там достаточно насыщенная образовательная программа. И танцем учат, и военная подготовка, и общая дисциплина. Да, это все есть. И думаю, что там и хорошая форма сегодня. И французскому даже. Но в конечном итоге, что из этого симбиоза получится, вот ведь надо о чем думать. Поэтому тут есть много над чем подумать, поразмышлять. И главное сейчас выправить ситуацию, чтобы можно было принять детей с нового учебного года, и чтобы они учились там и не переживали за свою безопасность. Это, кстати, программа федеральная? Нет, это не федеральная программа. Это программа, которая реализовывается сегодня в Привозском округе. У нас всего шесть таких лицеев в Привозском округе. В свое время мы доказывали, что у нас нет возможности создать Привозский округ, создать кадетский корпус, потому что нет таких средств. И те 40 классов, которые у нас были в школах кадетских, мы говорили, что нам достаточно. Но почему они пошли вот сейчас на создание отдельного образовательного учреждения, я не знаю. И вот как раз в дополнение этой темы вопрос от нашего слушателя, без представлений, без имени, видим в более обостренной форме, вот как раз по Семейшеву, новому руководителю кадетского корпуса, пойдет ли такая замена на пользу, спрашивает вас Анатолий Михайлович. И далее. Семейшев променял уютное кресло начальника управления, а он там больше десятка лет на кресло, директора этого учреждения, чтобы схему коррупционную спрятать. Вот так уж откровенно. А спрятать? Вас спрашивают. Ведь предыдущий директор документы на приемку общежития не подписал. Подпишет ли это? Спрятать коррупционную, он же не участвовал. Почему он должен на себя сейчас ответственность эту брать? Он ничего брать на себя не будет, естественно. А то, что там будет произведиться ремонт, это однозначно, так сказать, по-новой. Это без этого, в принципе, никто не откроет теперь спальный корпус. Ну, а насчет Сергея Алиныча, Алексея Алиныча, я могу сказать, что он грамотный руководитель. Мы проработали с ним долгое время. Он успешно руководил системой образования города Кирово-Чепецка. Но он был до этого директором школы четвертой успешной. И там, кстати, кадетские классы тоже были. Поэтому он знает свое дело. И я думаю, что справится с той задачей, которую я перед ним подставляю. Но так-то или иначе, ваша позиция за то, чтобы развивать это направление? Ну, сейчас отступать поздно. Хотя у меня идея для этого лицея Прочницкого была другая. Дело в том, что сейчас в стране развернулась эта идея с центрами «Сириус», которые патронирует сегодня президент. И у нас сегодня была прекрасная возможность, когда туда приехал Ливанов, министр образования, мы в 2014 году, когда открывали, он приехал. Он дал очень высокую оценку, что вот таких условий он видел не так много в стране. И он тогда прямо, я на память вспоминаю, что в каждой территории такие лицеи должны быть. Так вот, можно было бы создать на базе вот этого лицея такой центр «Сириус» и привлекать талантливых детей со всей области, а может быть даже из-за пределов. Не только детей, преподавателей. Да, конечно. И отрабатывать там все новое, что, так сказать, необходимо. И тем более у нас есть и центр по работе с одаренными детьми. Все это целая цепочка замыкалась, и получалась очень интересная идея. Но, к сожалению, вот ее, так сказать, нарушили. А кому вы тогда озвучивали эту идею, кстати? Когда я работал, когда я работал, у нас была такая идея создать на базе этого. Но потом, когда я ушел... Нет, а кого вы ставили в известность по этих планах? А об этом знали все, так сказать, флэда губернатора. И Белых тоже знал? Конечно, естественно, да. С этой целью и создавали ведь это все. Поэтому, так сказать, тут никаких проблем не было. Но вот ваше предложение осталось неуслышанным в то время. Да, в любом случае безопасность и здоровье детей сейчас превыше всевозможных целей. Анатолий Чурьев, ваше особое мнение продолжится через полторы минуты. Сейчас реклама. Особое мнение на 101FM Продолжается наш разговор с Анатолием Михайловичем Чуриным, депутатом УЗС, руководителем областной системы образования с 1988 по 2015 годы. Хотелось бы спросить вас об изменениях на федеральном уровне. Как известно, у нас новое правительство в Российской Федерации возглавил его новый старый премьер Дмитрий Медведев. И вот было принято решение разделить Министерство образования и науки на два ведомства. Министерство просвещения Ольга Васильевна, прежний глава Миноборнауки его возглавляет. И появилось Министерство высшего образования и науки Михаил Котюков. Меня, конечно, удивило, что у него нет педагогического образования. Хотя должно оно быть вообще профильное педагогическое образование? Я разделяю эту точку зрения, потому что, на самом деле, в свое время была допущена ошибка, когда слили два ведомства в одно. И, собственно говоря, было это ясно. И вот сейчас, если министерство будет отдельно. Только непонятно, почему сменили вывеску. Министерство образования и министерство просвещения. Потому что, хоть вроде бы, просвещение, как само слово, так то и другое, просвещение и образование, они как близкие, похожие, но есть маленький нюанс. Вот просвещение это вообще просвещение, это санитарное просвещение, это гендерное просвещение. То есть какие-то элементарные какие-то вещи или что? Да, просвещение, ну вот как бы да. А вот образование это систематическое, целенаправленное, целенаправленный процесс получения знаний. То есть тут несколько такое отличие. Хотя, в принципе, и просвещение, можно сказать, тоже образование, потому что тоже новое что-то получает человек. Я только думаю, по одной простой причине, может быть, это произошло, потому что вторая, вот эта часть вторая, высшая школа высшего образования. То есть дважды среднее образование. Не стали называть министерство среднее образование, а просто назвали министерство просвящения. Средним образованием будет министерство просвящения заниматься. Да, средним, дошкольным, техническим, профессиональным образованием. То есть здесь, на мой взгляд, решение очень правильное. И я думаю, что в конечном итоге это будет на пользу только всему образованию. Давайте дальше тоже поговорим по федеральным изменениям. Вы читали стратегию до 2024 года, которую подписал президент Путин до указа 7 мая этого года. Там много сфер нашей жизни затронута, в том числе и образование. Ну, вот там несколько пунктов. На мой взгляд, довольно общими словами все это, конечно, описано. Честно говоря, разочаровалось. Разочаровались? Да, очень. Ставится всего две задачи. Первая задача — войти в десятку стран с лучшими показателями в качестве образования. Я вчера поинтересовался, мы сейчас, по-моему, где-то на 33-м примерно находимся. Да, где-то в четвертом десятке, да. И вторая задача всего — воспитать гармонично развитого человека и человека, который был бы законопослушен. Это десятилетиями, по-моему, пропагандировалось. Эта задача никогда не проходила и не проходит. А вот те 10 задач, которые там ставятся, это вообще непонятно. Ну, во-первых, что настораживает? Настораживает первое в том, что никаких изменений, видимо, в финансировании образования не предусматриваются. Ведь не секрет, что сегодня у нас финансирования очень недостаточно. Я вот тут недавно столкнулся с такими фактами. В 1942 году СССР тратил на образование 5,7% от внутреннего валового продукта. В 1942 году. В 1950 году процент достиг 14%. После этого началось снижение. Теперь где-то около 4% мы тратим. Всего-навсего. И, естественно, что все признают, что денег на образование не хватает, что многие проблемы в образовании из-за нехватки средств. И, естественно, возникал бы, ну, как бы, естественный такой вопрос, а что же будет сделано для того, чтобы профинансировать дополнительное образование? Ни одного слова, кстати, в тех направлениях я не увидел, чтобы изменить финансирование. И второй очень важный момент. Вот первая цель, которая была поставлена, войти в десятку лучших. Но ведь мы же знаем, что качественное образование может дать только качественный учитель. Человек, который знает свою профессию, который владеет ей прекрасно и который на самом деле может работать с детьми. И про учителя вообще ничего. И опять ничего. Хотя, вот помните, в 2012 году, когда были тоже эти указы президента, там хотя бы... Тоже майские. О повышении, да, о повышении заработной платы, до уровня средней по региону и так далее. Здесь вообще ничего не говорится. Будет увеличиваться заработная плата? Не будет она. Ну, может быть, будут разрабатываться программы сейчас, вот до 1 октября должны быть разработаны программы по каждому направлению. Может быть, это в программе будет прописано? Не знаю. Но на сегодняшний день пока вот ситуация такая. Правда, здесь есть маленький нюанс. Радует то, что министром просвещения осталась Ольга Васильева, которая в свое время, в июле прошлого года, кстати, заявила о том, что нужно покончить с муниципализацией, общее образование и передать все школы на уровень регионов. Вот это радует. Почему? Потому что муниципализация довела вообще образование до очень серьезных потерь. И главная проблема – отсутствие денег. Да. И то, что они не в состоянии вообще решить никакие проблемы. Если вот этот курс будет продолжен, ну, может быть, так сказать, какие-то изменения само собой пойдут. Хотя для того, чтобы вот это сделать, нужны, конечно, какие-то очень смелые и радикальные шаги. Прежде всего, на мой взгляд, нужно поменять законодательство, причем серьезно поменять. Нужно, на мой взгляд, очень серьезно подойти к выработке единых нормативов финансирования по стране. Ведь сегодня финансирование совершенно разное. Десятки раз отличается финансирование дотационных регионов от тех, кто сегодня являются донорами. А, извините, дети должны получать равное образование по качеству. У нас единое пространство. Так вот, единое пространство оказалось разрушенным. И второе, и третье, что нужно очень важно сделать, это, прежде всего, конечно, установить базовый оклад для всех учителей страны единый. И чтобы он был гарантирован правительством Российской Федерации. Вот тогда мы стянем это все в единое образовательное пространство. Тогда появятся возможности и разрабатывать программы, которые будут реализовываться на всей территории страны. То есть, может быть, тогда что-то и будет меняться. А пока вот то, что здесь прописано, это набор общих фраз, которые десятками лет повторялись в разных вариациях и не более того. По поводу учительских зарплат хотелось бы еще поговорить об одном из проблемных моментов. Да, майские указы президента 2012 года, да, наши областные власти говорят о том, что зарплаты будут индексироваться. Если не ошибаюсь, в следующий раз это с 1 сентября должно произойти 2018 года, там порядка на 4%. Ну, не знаю, могу ошибаться. Ну, речь-то о другом, речь о том скандале, который разразился весной, уходящий, я имею в виду 10-ю Кировскую школу. Вы следили за этой ситуацией, когда было собрание в том числе, и учителя откровенно говорили и с журналистом о том, что там было вплоть до соглашений подписанных о том, что зарплата будет не повышаться, а наоборот снижаться. Понимаете, в чем беда системы оплаты труда, которая действует сегодня? Очень большая часть средств, которые идут на оплату труда учителей, она сегодня отдана на откуп администрации. И сегодня руководитель школы фактически распоряжается всем фондом оплаты труда. Вот мы еще в ноябре прошлого года на встрече с губернатором поставили вопрос о том, что давайте мы изменим систему оплаты труда в Кировской области. Мы в какой-то степени вернемся и сделаем шаг назад, вернемся к той системе оплаты труда, которая существовала в Советском Союзе, когда за определенное количество часов был установлен базовый оклад. Этот базовый оклад был по всей стране тогда, и все остальное учитель получал за дополнительные работы. То есть он за проверку тетради, за заведование кабинетом, за заведование спортивным залом и так далее. Сейчас ничего этого нет? Нет, это сейчас все есть, но это все устанавливается в виде стимулирования труда. Поэтому и часто не хватает на то, чтобы... Причем очень низкий оклад, вот эта базовая часть оклад учителя всего 6700 рублей. Поэтому, конечно, это очень смешно, тем более сегодня, когда в мае месяце, с 1 мая уже действует другой прожиточный минимум. Больше 1163. То, естественно, что учитель, который получает меньше минимума, это вообще нонсенс полнейший. Губернатор нас во всех этих отношениях поддержал. Но, честно говоря, я пока не очень понимаю, вот это длится уже, так сказать, в течение нескольких месяцев. Министерство наше никак не может разродиться всеми вариантами, которые мы даже... В какой степени мы просили, хотя сегодня есть документы уже на уровне правительства Российской Федерации. Там, собственно, при нем такая трехсторонняя комиссия работодателей, правительства и профсоюзы. И она твердо заявила, что оклад учителя школы должен быть не менее 70% от средней заработной платы по региону. Но если у нас сегодня 22 тысячи, то это 16 тысяч примерно где-то... Нет, нет, подождите. Буквально накануне сведений Кировстата появились у нас первые кварталы этого года. Средняя зарплата по региону 25 с лишним. Ну, это по региону, а по образованию... А, по образованию. По образованию имею в виду. То есть тогда уже где-то 16 тысяч должен быть только оклад. Это очень важно. Почему? Если мы повышаем оклад, мы повышаем заинтересованность молодежи прийти сюда. Мы тем самым... И дальше растет заработная плата в целом. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня мы никак не можем найти такого консенсуса. Хотя последняя встреча 17 мая с губернатором была очень такой продуктивной. Он четко дал поручение, что нужно еще раз проработать. Хотя бы выйти на минимум прожиточный. И он будет в качестве минимального оклада. А дальше от него пойдет уже вся остальная ситуация. Но, к сожалению, пока не знаю, как это все будет. Ждем следующей встречи. А ваше предложение предусматривает какие-то увеличения затрат областного бюджета или что? Ну, конечно, там пойдет увеличение. Да, естественно. А без этого как обойтись? Так у нас же в правительстве не могут увеличивать затраты. У нас же договор заключен с федеральным центром. Реструктуризация и долга. Мы не можем брать на себя дополнительные финансовые обязательства. Во-первых, нужно что сделать? Даже если мы сегодня реально увеличим базовый оклад, это уже будет продвижение вперед первое. И причем не такие уж большие там деньги, где-то требуются до конца года. С 1 сентября мы начнем 400 миллионов рублей. Губернатор у нас заверил, что, в принципе, это решаемая проблема. Поэтому мы надеемся, что в конечном итоге эту задачу удастся решить. Но, тем не менее, без повышения заработной платы и дальше, в общем-то, двигаться нельзя. А потом, что такое 11 163 рубля? Это такая малость, что о ней даже говорить не хочется. Ну, трудно с вами не согласиться, конечно, зная нынешние цены на все. На все товары, услуги и так далее. Пару минут остается. Вот прямо рвется слушатель у нас на сайте. Задал свой вопрос. Каким образом вы, Анатолий Михайлович, учтились во фракции КПРФ? Являетесь ли вы членом партии? Вы уже неоднократно, по-моему, отвечали на эти вопросы. Да, я членом партии не являюсь. Могу повторить это еще раз. А почему я оказался в КПРФ? Потому что, по своим взглядам, наверное, я все же левый человек. В хорошем смысле. Да, в хорошем смысле, да, левый. И не поддерживаю то, что ту политику, которая, так сказать, сегодня проводится, внутреннюю политику, внешнюю политику, я с удовольствием, так сказать, поддержал бы во многих вопросах, хотя не во всех. А вот внутреннюю политику я не поддерживаю. Минута до конца, вернее, уже нашей беседы. Прокомментируйте, пожалуйста, слова сити-менеджера Леха Шульгина о том, что неплохо бы у нас некий спортивно-образовательный комплекс предусмотреть во враге за ссором. Что-то мне подсказывает, что эта идея далеко не новая. Или новая? Я не знаю, новая она не новая, конечно, не могу сказать. Но, в принципе, сама по себе идея, она, может быть, и имеет право на жизнь, потому что центр города сегодня оказался без школ. Да, ужасная напряженность. Но для этого, мне кажется, нужно подойти очень профессионально в выборе, так сказать, и точки, где будет строиться эта школа, и в том, в планировке школы. Вообще технические проблемы здесь выходят на первый план. Поэтому если это все будет сделано, на самом деле, на высоком уровне, ну а почему бы нет? Все равно это место пустует. Так, лучше давайте отдадим детям. И если это будет не только школа, а тут же будет и спортивный зал большой, и бассейн, и там будут, так сказать, задействованы не только дети, но и взрослые в вечернее время, ну, ради бога, это только на пользу. Спасибо. Завершено на этом время нашей беседы. Анатолий Чурин. Спасибо большое, Анатолий Михайлович. Еще раз выпускников, родителей. С сегодняшним днем последних звонков. Удачного плавания. Счастливого плавания, как говорится, молодому поколению. Спасибо. Да, пусть они будут удачливее нас. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM